У такой нелегкий час, как зараз, одразу сразумело, кто чего варты. Одни думают только об уластных интересах и потребах, максимум своей семьи. Иншие поспевают клопотиться и об тех, кому сегодня особливо тяжко. Об тех, кто в зоне рызаки и подает целиком залежать от необъяковых людей. Волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» как раз такие. Марина Джалая познайомилась с юнаками, которые замест компьютерных гульнях и зависания в гаджетах каждый день допомогают чужим бабулям и дядюлям. Два Максима и третьокурсники медколледжа худко отправятся по размеркованне. Один в Могилевскую, другой в Минскую область. Будут працовать зубными фельдшерами в поликлиниках. Всего два три дня тому юнаки стали волонтерами «Червоного крыжа» и они разносят рецепты. Забирают их в поликлиниках и разводят одиноким бабулям и дядюлям. Удень на такую допомогу тратить прикладно по две годины. За этот час отримывается обысти пять-шесть адресов. Люди такому клопоту вельми рады, да и медустановы и центры социальных обслуговывания не меньше. Занимаемся волонтерской деятельностью около двух недель. Вдохновил наш куратор Лариса Николаевна. Просто попросила нас заняться этим делом, потому что сейчас мы понимаем, что ситуация такой в нашей стране с пандемией коронавируса, что пожилым людям проще сидеть, ну не проще даже, а вот безопаснее сидеть дома на самоизоляции, меньше посещать скопления, массовое скопление людей. И поэтому... В чем заключается вот эта работа? Расскажите, вы получаете какое-то задание? Да, нам звонит наш координатор, мы получаем в поликлинике рецепты, запечатанные в конвертах, и развозим их по адресам. Мы звоним в домофон пациенту, он нам дверь открывает, мы кладем в почтовый ящик рецепт, и потом сообщаем ему, что рецепт доставлен, находится в почтовом ящике, и он оттуда его уже забирает. Сколько времени в день примерно требует вот эта работа? Ну, около двух часов, не больше. Ну, это все рядом находится, мы центральным районом занимаемся, и адреса находятся рядом. Ну, каждый день ходите, каждый будний день? Да, каждый день. На керунгам волонтерской работы, которые возникли из-за пандемии, в регионе занимаются свыше полутора сотня необыяковых людей. И это не только молодь, сталых доброохотников не меньше. Они приносят леки и продукты неодушим одиноким людям, информуют о профилактиции расповсюдживания коронавирусной инфекции, выконывать любые доручения, какие не потребуют специальной квалификации, только душевной ширости. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в данный момент все силы направила на поддержку уязвимой категории граждан. Это пожилые граждане плюс 60 лет, которые в данный момент находятся на самоизоляции, так как не могут самостоятельно пойти за продуктами питания, за доставкой лекарственных препаратов, обеспечить их рецептами. Также это уязвимая категория, это лица безопределенного места жительства. Мы информируем их о профилактике коронавирусной инфекции. Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» проводит онлайн-конференции по притягнению новых волонтеров и навучание их правилам доброохватной деятельности. Харисным зараз может быть любый жадающий в возрасте от 18 до 50 годов. Марина Джала, Игорь Маришченко, Телерадо, компания Гомель.